Добрый день. Сегодняшний выпуск будет посвящен Dolby Vision, а точнее одному из двух возможных режимов передачи. PlayerLED или LLDV мы уже в целом знаем и видели его внутренности. Фактически это обычный YCBCR 4.2 12-бит сигнал. Так называемый Dolby Vision с низкой задержкой. Но есть еще один формат передачи видео формата Dolby Vision от плеера на телевизор. Он имеет название TVLED или STDLED, при котором данные передаются в виде RGB туннелинга. Мы все про него слышали, видели даже в информации ваших ресиров или телевизоров загадочные символы RGB 8-бит. Это многих сразу ставило в тупик, так как 8-бит всего, даже не 10. Значит это плохо и так далее. Поэтому если вы хотите узнать больше, почему Dolby Vision передается с 8-битами, то смотрите это видео и вы все услышите и даже увидите. Этого пока никто и никогда не показывал, так что можно считать это уникальный опыт изнутри Dolby Vision в режиме RGB туннелинга. Сначала немного теории. Что такое RGB туннелинг? Вот информация от Dolby Labs. Если упрощенно, это процесс, при котором YCBCR или ITP 4.2 2 12-бит видео упаковывается в RGB 4.4 4.8 бит, потому что он имеет такую же пропускную способность 8.9 гигабит, как и сигнал в формате YCBCR 4.2 2 12-бит. Dolby Vision требует динамических данных яркости, которые не могут быть явно переданы в потоке HDMI 2.0, поэтому он предназначен для передачи через HDMI 1.4. При этом сами метаданные прячутся в младших разрядах цветовых каналов. Также добавляется CRC для достоверности метаданных. Для передачи Dolby Vision фактически было бы достаточно стандарта HDMI 1.4. Например, если вы не включили в ресивере или телевизоре расширенный режим HDMI порта, то HDR вы уже увидеть не сможете. А Dolby Vision в режиме TV LED, когда используется RGB туннелинг, без проблем будет отображаться в этом режиме. Но из-за использования вредного и совершенно никому не нужного HDCP, фактически приходится использовать HDMI 2.0. Есть такая таблица. Тут мы видим как раз как распределяется исходное YCBCR 4.2.2.12 бит в передаваемых данных. Видно, что метаданные находятся в цветовых каналах. А здесь показан рисунок с распределением по каналам исходного YCBCR в RGB туннелинге. Фактически метаданные уже внедрены внутрь YCBCR 4.2.2.12 бит. И далее происходит туннелирование. Фактически перекладывание и перераспределение исходных бит без их реальной конвертации. Упрощенно это некий контейнер, в который прячут исходное YCBCR 4.2.2.12 бит. По этой таблице видно, что структура распределения бит следующая. В 8-битном RGB канале G находится старше 8 бит яркости. В канале R находятся цветоразностные каналы CB и CR, причем тоже их старше 8 бит. При этом цветоразностные каналы в формате 4.2.2 имеют чередование. Четное значение это CB, а нечетное это CR. Канал B содержит смешанные данные. Здесь в битах от 3 до 0 содержится младшие 4 бита яркости. А с 7 по 4 бит находятся младшие биты цветоразностных каналах, в которых, как мы помним, как раз добавлены метаданные. Но это все теория. Это любой может почитать, а я вам хочу именно показать внутренности Dolby Vision при отправке через RGB туннель. Я сделал захват на свою карту в формате RGB 4.4.4.10 бит при использовании Edit от LG CX. Начнем с нашего любимого тестового файла HDR Table 1000. Это исходное видео в формате HDR, для которого я сделал RPU. Поэтому он отображается как Dolby Vision. Как всегда, именно этот тестовый файл даст вам максимум полезной информации. Смотрим. Это Dune Real Vision, это Shield TV, это Fire TV Max, а это Hamatix Box R4K. Смотрим. Если сравнить картинки, видно, что выделяется Shield TV. Если у всех плееров изображение красное, то у него полосатое красно-синее. Это объясняется довольно легко. Смотрите, в исходной картинке фон черный и равен нулю. Но у Shield TV есть проблема с завышением уровня черного. В любом режиме, и в LLDV, и в RGB туннеллинге. Его черный не равен нулю. Для этого видео на Shield TV он имеет значение 2 по всем каналам. Именно поэтому у Shield TV фон в полоску красно-синюю. Теперь увеличим изображение и попробуем свериться с таблицей RGB туннелирования. Включаем канал G зеленый и видим вполне себе замечательное черно-белое изображение исходника, но с одним исключением. Мы видим именно исходный Y канал без влияния цвета разных каналов. Поэтому у него другое распределение яркостей относительно канала G для видео в режиме LLDV. Видим, у Shield TV видна его полосатость на канале яркости на месте с синего градиента. Я в прошлом видео сказал, что дефект с цветами есть в обоих режимах вывода Dolby Vision. Это канал яркости, точнее его 8-битная часть. Да, кстати, то что сигнал здесь 8-битный мы можем действительно увидеть. Видите серый градиент? Он ступенчатый, не хватает битности для более плавного градиента. Перейдем на канал R красный. Я включу 200% масштаб, чтобы вы лучше видели, что изображение состоит из линий вертикальных. Это и есть 4-2-2. При этом в исходном документе по Dolby Vision, правда от 2017 года, делается оговорка, что Dolby Vision в режиме RGB туннеля передается как 4-2-0, а 4-2-2 получается из-за добавления метаданных. Но я не согласен. Глазами явно видно, что это 4-2-2. Возможно, на Oppo Player было бы по-другому, но у меня уже его нет. Видим полоски. Часть отвечает за красный, а часть за синий цветоразностные каналы. Это наш синий градиент. Видим более темные полоски. Это и есть синий цвет. Здесь виден дефект Shield TV в ступеньке на градиенте. Теперь посмотрим красный градиент. Он светлый. Это и есть красный канал. Теперь посмотрим на тонкие линии в центре. Для горизонтальной интерполяции из 4-2-0 в 4-2-2 в целом ничего интересного. Видно, что все кроме Dune Real Vision используют линейную интерполяцию, а у Dune на Realtek такого нет. Он использует по всей видимости кубическую интерполяцию. А теперь посмотрим на вертикальные, тонкие полосы. Для начала вернемся к тесту HDR и Dolby Vision в LLDV. Смотрите, это вывод этого же файла в режиме HDR при помощи Hamatic в формате 4-2-2. А это этот же файл, но прошедший через Dolby Vision в LLDV режиме, вывода в формате 4-2-2. Мы сейчас смотрим канал R. Видите, появилось много лишних линий. Все из-за дополнительных преобразований. HDR у нас фактически просто выводится с минимумом интерполяции цвета, плюс с методом ближайший сосед. А вот в Dolby Vision такого нет. Там из-за использования более сложных алгоритмов интерполяции, да еще и преобразований через RGB и LMS, имеется уже более худшая, скажем так, картина. Цвета прошли много дополнительных преобразований. Это исходный файл, интерполированный самим DaVinci Resolve. Далее Shield TV, Fire TV, Dune Real Vision и Hamatic Xbox. Как видим, наименьшее влияние у Fire TV Max. Картинка меньше повреждена дополнительными преобразованиями. На синем канале ситуация такая же. Причем, обратим внимание, что у Dune и Hamaticx явные полосы вокруг. Как я понимаю, это из-за немного большей яркости и смешивания цветов в других пропорциях на пиках сигнала. Запомнили, как это выглядит? А теперь вернемся в изображение от захвата RGB туннеля. И посмотрим, что в канале R, где сохранены CB и CR сигналы. Видите, здесь мы видим те же полосы по бокам. Причем теперь даже у Fire TV. Получается, что в RGB туннеле, как и в режиме LLDV, сигнал уже прошел все стадии интерполяции цвета и преобразований через RGB и LMS. Потом сигнал ужрали до 422 и упаковали в RGB туннель. Отличается в данном случае только SHIELD TV. У него меньше вертикальных лишних линий от интерполяций. Теперь перейдем в канал B. Здесь, как мы помним, находятся младшие разряды яркости, метаданные, CRC и младшие разряды цвета. Видим довольно неприятную картинку. Это самые темные оттенки цвета. Например, это SHIELD TV. Видите полосатость, которая была на исходном цветовом варианте. У других там черный цвет, но отображается он как красный. Остальные полоски, это видимо и есть частичная яркость, самая нижняя часть и частичные цвета. Видим, что все в целом совпало с исходным теоретическим описанием. Теперь давайте глянем на графики. Там тоже есть на что посмотреть. Фактически нам интересен тут график яркости. В данном случае график зеленого канала. Как мы знаем, в режиме TV LED при использовании RGMI туннеля, плеер отдает декодированный сигнал в TV, а телевизор уже применяет Display Management и корректировку яркости из пришедших метаданных РПУ. По крайней мере так написано в документации по Dolby Vision. Но смотрите, что происходит на самом деле. Это Dune Real Vision, это Hamatics, это Fire TV Stick 4K, а это Fire TV Max. Напомню, что Fire TV Max и Shield TV умеют обрабатывать CM 4.0. Тогда как остальные плееры умеют только CM 2.9. И что же мы видим? В режиме RGB туннелинга данные плееры выводят уже обработанный при помощи метаданных из РПУ сигнал. То есть яркость уже скорректирована под возможности телевизора. Фактически это обычный LLDV, но упакованный в RGB туннель. При этом видно, что все CM 2.9 устройства делают яркость немного выше, а вот Fire TV Max занижает яркость. А теперь взгляните на график Shield TV. Что мы видим? Яркость имеет максимальное значение, то есть Shield TV честно отдает сигнал, еще не скорректированный метаданными из РПУ. Получается, что все плееры кроме Shield TV на самом деле имеют псевдо-TV LED режим. Это все тот же LLDV. Возможно, на телевизор даже не передаются метаданные, потому что тогда бы сигнал дважды проходил через корректировку метаданными из РПУ. Хотя возможно так и происходит. Это требует дополнительных тестов уже с выводом на телевизор. А вот Shield TV честно выводит в этом режиме. За это его можно похвалить. И еще интересен синий канал. Во-первых, у него всегда максимальный размах. И он полностью заполнен данными. Чтобы продемонстрировать, что плееры делают вывод псевдо-TV LED режиме, я вам покажу захват пайла, в котором меняются значения L1 и L2 из РПУ. Здесь сразу все плееры для удобства. И выведен только канал G яркость. Смотрите, все плееры кроме Shield TV реагируют на изменение параметров L1 и L2. Яркость изображения меняется. Хотя напомню, моя карта захвата не умеет обрабатывать Dolby Vision в режиме TV LED. Но у Shield TV этого не происходит. Хотя если я вывожу его изображение дополнительно на телевизор, то там изменения я вижу. Получается Shield TV действительно реализует данный режим вывода TV LED правильно, как и должно выводиться. А вот остальные плееры здесь халтурят и фактически используют псевдо-TV LED. А фактически это обычный LLDV. Далее давайте посмотрим на видео в пятом профиле. В документации по Dolby Vision сказано, что здесь мы должны иметь не YCBSR формат сигнала, а ITP, в котором видео и закодировано в пятом профиле. Но практика опять расходится с теорией. Я сделал захват одинакового видео в пятом и восьмом профилях для Shield TV и для Fire TV 4K старой версии. Я конечно могу ошибаться, но ITP красный наверное должен быть другого цвета. По крайней мере на исходном видео я вижу вместо красного фиолетовый. Но здесь я вижу на изображениях одинаковое красное платье для пятого и для восьмого профиля. Так же как и в канале R, где закодированы цвета, я не вижу совершенно различий. Ну что же, как видим, анализ вывода в формате TVLED в режиме RGB-туннеля дал нам много интересной информации. Подведем итоги. 1. RGB-туннелинг – это не какое-то волшебное кодирование. Это все тот же знакомый YCBSR сигнал, но просто его засунули внутрь RGB сигнала, не меняя сам исходный сигнал. Если видите в параметрах сигнала при проигранной информации о 8 битах, то этого не стоит бояться. Это нормально. И потери битности не происходят. 2. Все плееры, кроме Shield TV, вместо вывода в TVLED формате, фактически выводят в LLDV уже готовый сигнал и никакого преимущества перед LLDV у этого режима нет. Всю обработку делает плеер, а не телевизор, как это было задумано для этого режима работы. И только для Shield TV данный режим вывода имеет значение, если ваш телевизор может лучше обработать RPU данные под возможности панели телевизора. 3. Видео передается в честном 4.2.2 виде, а не в 4.2.0, как это прописано в документации от 2017 года. 4. Видео в пятом профиле передается на телевизор в YCBCR в цветовом пространстве, а не в ITP. Ну что же, на этом, пожалуй, все. Надеюсь, вам было интересно и познавательно узнать про загадочный и многих вводящих в недопонимание режим вывода под названием RGB Tunneling. Спасибо за просмотр.